приветствую вас дорогие уважаемые девы с вами опять я татьяна шаманова сегодня у нас с вами прогноз прогноз на сентябрь 2019 года как вы заметили я его назвала мистическим уж не знаю почему-то у меня такое ощущение что этот месяц будет непростой нет не в плохом смысле что там напряженные так далее а не простой в том что кажется что произойдут какие-то события особенные события может быть необычные мистические может быть какие-то странные или редкие ну либо с вами либо с вашим ближайшим окружением вот на что вы обратите внимание вот как то так друзья мои уж не знаю как по факту будет а вот что будет в действительности это только вы мне можете рассказать в конце сентября если напишите буду очень очень благодарна и так не будем терять времени и значит что у нас может ожидаться что у нас будет в сентябре 2019 года начнем с тайн что так что тайного ожидает вас в сентябре или что-то вы будете такое тайное делать или в вашем окружении что-то тайное будет происходить как-то вот так друзья мои что будет происходить необычного до необычного сентября месяца и вот сейчас главный вопрос что же такого что такое будет в вашем окружении или с вами необычного странного мистического редкого особенного оригинального вот на что вы обратите внимание что вас может кого-то даже поразить до глубины души кто-то это просто отметит для себя вот как то так друзья мои ну а теперь непосредственно перейдем к событиям по сферам жизни работа бизнес основные события финансы основные события и отношения любые деловые личные любовные так сейчас посмотрим что там у нас и так что же такого будет у нас начнем с тайн выпала карта умеренности что же такого тайного будет происходить ну вот у меня такое ощущение идет что вы как бы начнете какие-то процессы уравновешивать что ли причем причем с целью чтобы не выказать не выказать свои истинные намерения намерения и в то же время не нарушить что-то ну либо это отношения не нарушить либо это не нарушить какой-то процесс по работе в работе бизнеса или допустим при финансах ну вот как-то вот знаете вот именно гармонизировать начнете еще вот почему-то идет такое ощущение что в сентябре вы будете с финансами ну не просто осторожно я бы так сказала а как бы как бы это точнее сказать что одну монетку в один кошелек для всех для всех другую монетку в другой кошелек для себя понимаете вот вот так это будете как бы ну не сказать что это дележ но будете наводить для себя лично свое финансовое равновесие вот я бы так сказала но это будете делать так мягко негласно чтобы вот ничего не нарушить вокруг никого не обидеть понимаете соблюдать баланс если можно так выразиться да и возможно то же самое знаете не только в деньгах не только в финансовой сфере может быть даже это будет касаться и в отношениях то есть вы будете как бы к людям относиться так чтобы они ничего не заподозрили и чем тщательнее вам нужно скрыть это тем вы более будете тем вы более будете предупредительные ну ласковые может быть дипломатичные чтобы вот знаете как не дай боже не дай боже чтобы кто-то что-то понял вот как-то так вот у меня идет такое ощущение про тайну может быть даже у кого-то сложится и другая ситуация что вам придется вернее вы заподозрите что от вас что-то скрывают понимаете от вас что-то скрывают и вы будете наводить мосты но опять же очень осторожно очень осторожно чтобы узнать что же от вас скрывают что против вас имеют ну не обязательно даже знаете что-то там плохое если допустим это касается карьеры то вы будете осторожно узнавать вот что же там за этой закрытой дверью о вас говорят что о вас думают вот вот даже как-то так дальше идем позиция неожиданности сюрпризов здесь выпала у нас восьмерка чаш как мы видим человек уходит в горы вполне возможно друзья мои что кто-то из вашего окружения это может быть и на работе или еще где-то может покинуть ну покинуть как уволиться неожиданно да мы же говорим о неожиданностях может просто неожиданно уволиться с работы вот прийти утром и сказать все я ухожу и у вас как говорится естественно выражение лица очень удивленное что с чего бы это вдруг все же было хорошо то есть может кто-то неожиданно уволиться может кто-то неожиданно уехать куда-то совсем уехать понимаете может в другой город может в другую страну тут как говорится варианты могут разные быть ну так же возможно и вам неожиданно придет мысль в голову тоже сделать вот такой реверанс либо на увольнение либо на отъезд вот либо на расставание с кем-то но это знаете возможно не сам факт уже ухода или увольнения и так далее а скорее всего так как мы говорим о неожиданности касаемые вас то возможно вам придет такая мысль и она в общем то не просто так мелькнет она довольно таки может в сентябре закрепиться очень сильно и к концу сентября вы можете уже окончательно принять решение делаете вы это или не делаете вот такой сюрприз для вас может случиться личный ваш сюрприз личная ваша неожиданность неожиданность вашего поведения мысли и так далее что касается главного вопроса друзья мистичности событий необычности событий вот особенности странности то что будет происходить в окружении вас с с вашим окружением с людьми вашего окружения или с вами самими что тут можно сказать возможно покупка или продажа автомобиля при необычных обстоятельствах мы же говорим о необычных фантастических мистических каких-то ситуациях поэтому не забываем то есть возможно это связано будет с покупкой или продажей автомобиля возможно будет это связано с какой-то поездкой с необычной поездкой или поездкой при странных обстоятельствах сложившись каким-то таким необычным образом чудесным образом мистическим образом что еще возможно получение популярности или допустим вашей популярности или кого-то из вашего окружения или допустим вы или кто-то среди вас выделиться понимаете выделиться может быть внешностью какой-то необычной внешностью или каким-то необычным поступком тут тоже могут быть разные варианты вот кто-то может добиться мистическим чудесным образом своей цели может рассчитывал что вот ну дай бог бы до конца года это получить это добиться вот и так далее а обстоятельства так сложились непонятно почему они так сложились тут знаете может случай может быть не случай может бог я узнает что но вот она цель уже как говорится у ваших ног и вы ее получили вот то же самое может и произойти какая-то ситуация что вы получите в очень сложной в очень сложной обстановке поддержку от лица или от группы лиц с такой стороны ну откуда вот она ну совсем не должна прийти понимаете а те вот на кого вы рассчитывали там как говорится глухо вот как вот такие могут быть обстоятельства быть ну что ж пойдем дальше посмотрим по сферам жизни может что-то тут у нас еще добавится сфера работы бизнеса в общем то неплохой прогноз я бы сказала даже хороший прогноз заканчивается ваши муки если можно так выразиться да то есть тот кто влаживал свою карьеру в работу в бизнес ну максимум усилий пахал как говорится не по-детски жертвовал многим ну очень тяжело было очень причем это было ваше добровольное для того чтобы наконец-то ну либо продвинуться либо постартануть хорошо в бизнесе либо занять какую-то нишу какую-то должность расположение начальства понимаете не зря вы друзья будете в сентябре мучиться или может уже давно в августе там в июле этого добиваетесь вы получите признание вы получите признание вас примут вас оценят вас продвинут вам дадут то что вы хотите вы получите то что вы хотите может признание своих коллег может даже знаете вы получите как бы даже признание в собственных глазах у вас самооценка может вот скакнуть вверх как не знаю что понимаете взлететь просто, что вы смогли, у вас это получилось, вы это сделали, вот такое будет у вас ощущение, что не зря вы мучились, не зря вы этого добивались, вы стали выше и в профессиональном смысле выше, и выше в психологическом, в моральном выше тоже, понимаете. То есть очень хорошая, конечно, позиция, кто ищет работу, то же самое, большой шанс, большая вероятность, что вы трудоустроитесь, что не зря вы будете мучиться, бегать по этим собеседованиям, доказывать, что вы много знаете, что вы опытный, что вы мастеровитый и так далее и тому подобное, и всё-таки вас, как говорится, примут. Вот. Примут, примут, примут. Вот, пожалуйста, колесницы, вполне возможно, что какую-то роль в этом признании, 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 вернее, извините, признании сыграет именно обстоятельства, странные какие-то обстоятельства, может, необычные. Вот. Допустим, придёте вы на собеседование, да, ну, вроде бы ничего не предвещало, а вас, как говорится, сразу говорят, да, мы вас берём. И вы в полном недоумении. Как? Прямо сразу, понимаете. То есть вот какая-то необычность ситуации. То есть вполне возможно колесница, она как раз может повлиять на вашу сферу, вернее, не повлиять, она может проиграться в этой сфере, в сфере бизнеса, в сфере работы. Может даже заключить какую-то сделку таким же вот, просто вот, ни на что не надеясь, допустим, созвонитесь с покупателем, предложите свои услуги, а он скажет, давай, ещё и на такую сумму с вами эту сделку сделать, что у вас вообще, как говорится, волосы дыбом встанут. Как? Так? Вот. Раз и это. То есть непонятки сплошные. Далее. Финансовая сфера, друзья мои. Ну, во-первых, мы видим здесь даму Жезлов, хозяюшку энергичную, деятельную, знающую себе цену, профессионала такого в своём деле, понимаете. Она мало того, что умеет делать, она знает, как это делать, она знает, как деньги делать, она знает, как куда их вложить. Вот. То есть получается, что сентябрь, друзья мои, у вас будет как бы вроде бы сбор урожая, сбор результатов, в которые вы вложили все свои усилия. Вот, пожалуйста, даже вот здесь. То есть не зря были муки, не зря вы старались. Вы можете, вот этот результат по работе в бизнесе, он обязательно у вас трансформируется, естественно, и в деньги. И вы будете очень довольны, очень довольны. Да, здесь присутствует восьмёрка мечей. Казалось бы, несколько такая, ну не то чтобы негативная, она говорит о страхах, о внутренних страхах. Да. Но, друзья мои, глаза боятся, а руки что делают? А руки делают. Правильно. Вот та же самая ситуация. Поэтому энергичность и желание чего-то добиться, несмотря на какие-то сомнения, страхи, ну какие-то там, знаете, ещё, да разные же ситуации будут, особенно когда ты чего-то добиваешься, и в отношениях могут случиться. Но, тем не менее, тем не менее, вы будете двигаться вперёд. Вот. Что ещё у нас по финансам можно сказать? Ну вот, знаете, может быть случится такая, такая-такая ситуация, что вам придётся, возможно, отказаться от каких-то расходов, от каких-то трат. И отказаться, может быть, даже неожиданно для вас. Ну вот так вот получилось, понимаете? Так получилось. Может, даже, знаете, вы, получив какую-то информацию, тайную информацию с закрытыми дверями, может, вас эта информация растревожила, вполне возможно, и заставила вас очень активно думать, 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 как выйти из ситуации, как эту порешать, чтобы, ну, хотя бы с наименьшими убытками, а лучше без убытков. То есть, понимаете, вот такая может сложиться ситуация. Некой тревожности, некой, ну, тут вряд ли тупика, ну, может быть, какой-то момент тупиковости, скажем, но тем не менее, тем не менее, эта информация может вас растревожить, может вас заставить отказаться от чего-то. Может, даже, знаете, от какой-то сделки вы откажетесь, в связи с тем, что получите эту тайную информацию. Вполне возможно. Вот как-то так, друзья мои. Идём дальше. Отношения. Отношения. Ну да, если говорить о деловых отношениях, вот не исключено, не исключено, что некоторые связи, видоизменятся у вас, связи с людьми, я имею в виду деловые связи, с кем-то придётся расстаться. С кем-то придётся расстаться. И, возможно, вот из-за этой, кстати, информации тайной. Вполне возможно. По крайней мере, знаете, ваши деловые отношения могут получить такой дополнительный обновлённый поток. Или какой-то новый ручеёк связи образуется. И эти отношения начнут складываться, может быть, даже по-другому несколько. С другой ноткой, с другими требованиями. Ну, что-то в этом роде. И всё для того, чтобы именно не потерять деньги. Не потерять деньги. Не потерять, допустим, свой имидж сохранить. Вот. Тут всё взаимосвязано. Всё абсолютно. Что касается личных отношений. Те, кто в поиске, друзья мои. Ну, я так скажу. Дама Пентакли, дама очень практичная. Она ничего зря не делает. А тем более, друзья мои, вы девы. Вы очень пунктуальные. Вы очень деловитые. Вы очень добросовестные, так скажем. Не суетливые. Вот как-то у вас всё по порядку, по полочкам. Поэтому, соответственно, вполне возможно, что вы в сентябре начнёте поиск своего партнёра. Но к поиску к этому вы подойдёте очень ответственно. Может, даже по-новому. И знаете, есть вероятность, что вы встретите своего избранника. Есть такая вероятность. И у вас начнётся как бы новая полоса. Новая полоса личной жизни. Те, кто имеет пару. Что тут можно для вас сказать, дорогие мои девы? Ну, во-первых, может вас ожидать в сентябре рождение ребёнка. Ну, это событие такое, как говорится, не внезапное. Вы к нему восемь месяцев готовились. Но тем не менее. Карты говорят, что может быть вполне рождение ребёнка. Также может быть... Может быть ваши отношения... Как бы выразиться там. Вклиниться какой-то денежный интерес. Денежный интерес повлияет на ваши отношения. Вот так. Даже точнее. В чём он может выражаться? Ну, может выражаться в ваших требованиях к своему партнёру. Причём в серьёзных требованиях. Возможно, он у вас расслабился. Может, тонус потерял. И как-то это начало сказываться на финансах. Или, допустим, в профессиональных его каких-то делах. И вы, значит, начали ему выговаривать, что дорогой, так дело не пойдёт. Давай-ка это самое. Начинай трудиться. Приходить в норму. И, как говорится, хватит шаляй-валяй. Надо быть ответственным. У нас с тобой есть обязательства. Вот такая может быть ситуация. Что ещё может быть? Ну вот почему-то ещё, знаете, идёт ощущение, что не исключены какие-то подарки. Подарки со стороны вашего партнёра. Причём действительно неожиданные подарки. В каком плане неожиданно? Вот опять же мне колесница, как говорится, подсказывает, что вы можете не то чтобы даже не ожидать такого подарка. Это будет не свойственно вашему партнёру. И для вас это будет, ну, странно, странно видеть, что ваш партнёр такой делает вам подарок. Вот как-то так. А подарок будет удивительный, понимаете? Удивительный будет подарок. Что-то вот так вот. Ну, в общем, больше, пожалуй, наверное, я здесь ничего не добавлю. Ну, может, у кого-то ещё, знаете, появится что-то новое в отношениях. Вполне возможно. Вполне возможно. Но... Я думаю, что ничего особенного. Ничего. Просто, вы знаете, как поддержка друг друга. Выполнение обоюдное... Обоюдное выполнение обязательств. Вот знаете, так это всё будет идти. Причём вы будете контролировать весь этот процесс семейный. Или отношений между своим партнёром, если вы ещё не семья. То вы будете очень чётко контролировать этот процесс. И если что-то вот не по вас, вы, соответственно, будете стараться отрегулировать. Именно в своих интересах, в первую очередь, отрегулировать эти отношения. Вот такие пироги, дорогие мои девы. Всё, что я хотела вам сказать, я сказала. Мне осталось только вам пожелать удачи, здоровья, любви. Пусть у вас всё получится. Чтобы только всё было хорошее. Только-только хорошее. Да будет так. Да будет так. И до встречи на моём канале. Продолжение следует.